Администрация президента протягивает практику вездных приемов. Сегодня Максим Рыжанков выслухал Жихаров Житковицкого района. Королевство Нидерландов станет ближай. Сёння у Гомеля приймали часово поверанных, а у справах этой державы Паула Ван Уост-Вейна. Коварный ливень у Рэджицы сёння ликвидовали наступствы непогады. Великое свято. Православные верники означают рожство Прасвятой Бахародицы. А зараз об этом иншим больше подробязна. От добра упорадкования населенных пунктов до развития спорта. Сёння першы намесник, керавника администрации президента Республики Беларусь Максим Рыжанков провел приемы у Житковичах. Якие тему сгадывали же хары района и як плануется ворошать хвалюючая их пытанне. Доведовся Олег Синцерову. Житковская детячая юнацкая спортивная школа установа, ведомая не только в районе. На притягу 27-х годов тут развивали гировые спорты и достигнули значных поспехов. Заслужены мастер спорту Республики Беларусь, два мастер спорту международного класса и 80 мастеров спорту. Такими выниками может поквалиться далека не кажная спортивная школа, навт в великих городах. А при чатах у активе житковичан 23 международные фестивали по гировым спорте Кубок Полесия. Олег Крихубочек год тому гировой спорт выведет с программы детячей юнацких спортивных школ. Гировой спорт, особенно в житковичах, имеет очень большие традиции. И мы хотим попросить помощника президента вернуть этот вид спорта для дальнейшего развития. Потому что финансирование прекращено полностью, календарь прекращен полностью, ребят желающих заниматься очень много. Поэтому жалко и обидно, что мы потеряем все традиции и потеряем такой народный вид спорта, как гировой спорт. На приеме у первого намечника керувника администрации президента разума об махчимости вертания гирового спорта у расклад занятку спортивной школы. Залеком того, что житковичка находится у системы профсоюзов, Максим Рыжанков обицает вернуться до керувництва этой организации. Супроцентных град и не даю, але думаю, что пытание выршится остановче на протягу тыдня, подкресливая первый намечник керувника администрации президента. Наверное, точечно оставлять для каких-то населенных пунктов, либо регионов то, что для них традиционно и что действительно является основой для не только развития спорта, но и какого-то массового физкультурного движения, а еще в данном случае фестивального какого-то, конечно, такое может быть. Тем более здесь как бы профсоюзная школа. А что такое профсоюзная школа? Вот профсоюзы, они наиболее ближе должны быть и к людям, и к труженикам, да, к их детям. Сегодня жидковичи рихтуются до проведения областных дожинок, а тому тут проводятся масштабные работы по доброупорадку. В свою чергу это зняло шмат, такие пытания, за какими жидковичане звертаются в рай ваконкам. Наведение парадку на земли пытается род головных тем, которые хвалюют местовое населенство. Хоть вырешить все проблемы в этой сфере, поколь все ж таки не отримался, подтверждение чему? Зворот жахарки-вездки Ляховичи. В этом населенном пункте поколь не отримался навести парадок на Могилках. Утымлику зарабить огороджу. Максим Рыжанков берет пытание на контроль. На протягу ближайшего месяца парадок будет наведенный. Утымлику с максимумом притягнением до работ громадских организаций. Есть некоторые еще непонимания иногда между жителями и местными органами власти. Я тут имею в виду, что сельские поселковые советы не всегда, наверное, обладают каким-то таким кругозором и пониманием, как можно вопросы решить. Если где-то получить помощь с районной вертикали, где-то вовлечь в решение вопросов самих граждан. Да и граждане не всегда понимают, что, собственно говоря, они тоже должны что-то делать для того места, где живут. И только упывают на какую-то помощь, значит, районной, областной вертикали и так далее. Оказывается, если вместе собрать какие-то ресурсы дополнительные, вот как сейчас было пару вопросов, вот районные, где-то вовлечь местные общественные организации в реализацию каких-то вопросов, уже непосредственно в исполнении, то, в общем-то, дела все двигаются. Олег Сентеров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель», Житкович. Протягиваем выпуск. Развивать экономичные контакты и налаживать больше тесную совесть у гуманитарной сферы. Перспективы супрацовничества помеж Нидерландами и Гомельской областью обмерковали у областных и городских выканавших комитетов, а так само у ГДУ имя Франциска Скарыны. Тут сёння у першыню примали часова поверанных о справах Королевства Нидерландов у Республицы Беларусь с падара Паула Ван Ост-Вейна. У Аблу выканками он сустрелся с керавництвом в области и обмерковал макчимость повеличения товарообороту. Дареча лета сь он склау амаль 70 миллионов долларов. Причым на долю импорта пришлось усяго 5 миллионов. За 7 месяцев этого года товарооборот практически досягнул 90 миллионов долларов. Третья частка – импорт. Мы купляем поветранные помпы, аутотехнику и полимеры, продаем чёрные металлы и вырабы с них шкло и драунину. Это мой первый визит в Гомеле. Мистер Иван Ост-Вейн первый раз в Гомеле. Год назад он занимался открытием посольства в Минске, поэтому в основном все его визиты были в пределах Минской области. Теперь он интересуется регионами. А у ГДУ имя Франциска Скарыны, спадар Паул Ван Ост-Вейн не только по гутару с ректором, але и провел цикавую сустречу со студентами. У приватности рассказал об Нидерландах, важных звездках с истории королевства и отказал на пытанне. Наведывание университета – важный пункт в программе. Дяка учих этому можно наладживать супрацовництво не только по межнавучальными установами у целым, але и распрацовывать проекты на узровне особных кафедр. Наука не имеет границ, поэтому если ученые видят возможность взаимодействия, что те или иные ученые могут внести свой вклад, это позволит ускорить или позволит решить ту или иную проблему. Очень хорошая школа математики в нашем университете, она известна на международном уровне. Очень хорошая школа физиков, их даже несколько школ. За 10 дней они не только вспомнили то, что доведалися подчас терминовой войсковой службы, а лишь матчаму навучилися. На территории войсковой части 55-25 у Гомеля сегодня завершились сборы военно-обовязанных. В дело их принимали 69 солдат, сержантов и офицеров запаса с Гомеля и района. После занятков по боевой и тактичной подрыхтуции отпрацовано применение навыков на практице. В рамках белорусско-российских ученев «Захад-2017» на протягу двух суток рота военно-обовязанных выконывала в учебно-боевую задачу по охове объекта. При этом супрадзейничал им взвод специального призначения. Военнослужащие проявили креативное мышление в решении данных задач. В отдельных вопросах подсказывали, как лучше сделать ту или иную задачу, решить общие оценки за учебный сбор хорошо. По выполнению учебно-боевой задачи, те цели, которые мы ставили для обозначающей стороны, противник их не смог выполнить именно благодаря несению службы этим личным составом 12-й рот. У некоторых аспектах военно-обовязанные могли дать фору военнослужащим терминовой службы, за что по заканчению сборов и отримали подяки от командования войсковой части. У речицы сёння ликвидовали наступства непогоди. На счастье во усих выпадках обойшлося без потерпелых у сгаранні свойчасова ликвидованы. Раніца выдалася гарачае для Будакашаля узкарайоннага подразделення МНС. У 7 годзін вратавальнікі выехалі по опавідамленні про узгаранні нежилога дому вёсцы Хаухло. По прибыці перших подразделенні у МНС до місца выкліку гареў дах цаглянага дома. У початку 9 годзіны поступіў выклік звёсцы Броніца. По прибыці вратавальніка удравляны дон был полностью охоплены агнём. У выніку пожару знішчаны дах і пошкоджаны стены. І у початку 8 годзіны у Центра оперативного управлення Гомельскаго городского подразделення МНС паступіла повідамленні об пожары жилога дому у вёсцы Цярэнічы Гомельскаго района. Гаспадары пінсіонеры знаходзіліся на вуліцы. У выніку здарэння знішчаны дах, пошкоджаны стены і майомастю домі. У Гомельскай в області стартаваў комплекс профілактичных мероприємстваў «Сустречная паласа». Паводлі звесток ДАІ, толькі за гэты году регіоні па причэні парушэння правілаў абгону і в выезду на Сустречную зарегістравана 25 ДТЗ. У аварях 10 чалавек загінули і 44 отрымалі траумы. Держа аутоінспекція організуе рэйдэвэе мероприємствы, накераванная на выявленні іспыненні падобных парушэнняў. Завтра регіон долучыцца да сусветнай акцій «Дзень без аутамабіля». У Гомель ўладаннікі асабістых ауто змогуть бясплатна скорыстацца грамадскім транспортом. Права на бясплатны праезд будзе дзенічыць сямі да девяті гадзінраніцы. У якасті праезднога документа ў алтобусах і тралейбусах можна будзе выкрыстовыць пасвецчані водіцеля і абдзержаўна регістрація транспортнага сродку. У гэты дзень ў обласным центры і районных гарадах пройдзе таксама шырах іншых мероприємствов, накераванных на працягненні увагі грамадскасті да екологічных проблем населіных пунктаў у тым ліку да пытанні ў якасті атмосфернага паветра і ўплыву на яго выкідаў аутотранспорту. Напрыклад, на парковце каля універсама крыштальны актывісты БРСМ будзе распаўсюджываць інформаційныя буклеты прашкоду выхлапных газаў. У гэтыз час супрацовнікі ДАІ будзець пыняць аутамабілі і пачас праверкі документав прапановуваць вадзіцелям адказываць на пытанні. Знавцам уручаць сувініры. Сёння адзначаецца міжнародны дзень міру. Йон был затверджаны генеральны асамблеі ААН 15 гадоў тому, як дзень ўсягульна гаспыненні агню і адмовы аднасілля. Тематычныя мерапрыємствы, урокі міру, круглые сталы, фестывалі дзіцячай творчасті ў нашай в області проходзіць на пратягу ўсяго тыдня. Сёння абласная організація фонду міру ладзіла сустрэчу студэнцкага актывур гіона ў ГДУ імя Франциска Скарыны. Мэта мерапрыємства не толькі расказаць прадзейнаць фонду, але ўзгадаць ваэнныя старункі нашай гісторыі. Нахадаць кожному, што счасливая краіна – гэта мірная краіна. Мерапрыємства було інтернаціанальным. Вядома, што ў гомельскіх ВНУ навучаюцца сотні студэнтаў самых розных кудкоў свету – Єуропы, Азії і Афрыкі. Пасля вучобы большасць з їх верніцца на сваю радзіму і провязе з собою добре ўспаміны об житті у мирной Беларусі. Бакшиманмід – індіянка, завершая навучання у гомельскім медуніверситеті. Кажа, што вельми задоволена, што ў свой час доведалася об Беларусі і приїхала сюди вучиці. Беларусь моя одна девушка, подруга була. Она тут училась уже, і она мені сказала, що вообще Беларусь – хороша страна. І вообще там как, ну, красиво, і ну, можна там бить, как врач. І паэтму я приїхала і, ну, уже привікла тут вообще, мені нравиться. Ми хочемо показати нашій молодёжі, що іменно Беларусь – це страна мира, дружби і добра. Ну і попросити нашу молодёжі, щоб вони в силу своїх можливостей, де вони будуть роботати раніше, щоб іменно проводили эту політику. На початку наступного тэдня уже у 11-й раз відбудзіться традиційна обласная акція «Дітям Міру». Сем'я, у яких 21-го вересня народіліся дєці, отримаюць спеціальне пасвеченні. Активісты фонду «Міру» з подарунками наведуюць родільні адзіаленні. Заходы проведення акцій на Гомельщині народіліся і маюць миротворчая пасвеченні «Дітям Міру» – 605 дятей. У регіоні протягуюця акцій па експрес-тестірованні насельніства «Навіч» у межах кампанії тычыцца навад тых, кого не тычыцца. Сустріча у Мазыры запланована на 23-я вересня, у Жлобіні – на 29-го вересня. Сроду дельніка у інформаційной групы пасол Добрай Волі Юнеец, талевядучая Светлана Баровская і співачка Наталя Тамела. У Мазыры тестірованні організуюць у парку культуры і адпачынку перамога. У Жлобіні – на центральній площі, на пляццці перадомам культуры. Волантеры будуть праціваць з 14-і годін. Нагадаєм, у минулую суботу экспрес-абслідавання правялі у Гомелі і у Речіцы. Для самостойной проверкі раздалі некалькі сотні у тестаў. До новіна у культурнага жыцця. Колікты у Гомельських городських оркестрів рихтуецца адзначыць 10-ти годовы юбілей. З нагады свята на наступным тыдні музыканты працтавіць вялікі юбілейны концерт. 27-го віра сня у Гомельським грамадсько-культурным центры глядачоў чакая грандайозная шоу зудзелам адразу двух оркестрів у становы – симфонічнага і концертнага. Кожны прадемонструе ўсё самая лепшая, што маю в своім творчым арсінале. Са сцены прагучаць класичны і естрадны творы, джазові композиції, беларускі і сусвєтны хіты. У выступлінні будзе задзеніча на каля сотні музыкантов і солістів. Рыхтуюця і відовішні спецэфекты. Спеціальний гость свята – популярны беларускі співак і композитор Георгий Калдун. Наші солісты подготовили для вас тоже замечательные музыкальные подарки. Поэтому, дорогі друзі, приходите на наш неслучайний концерт. Ми будемо очень рады вас видеть. Тем більше, що зал продан, количество билетів ограничено. Спішите купити свій заветний билет. Сьогодні православні верники означають рожство про святой Богородиці, перше свято у новому церковному годі. Павод для подання, бывши немаладымі і бездєтнамі, глыбока веруючі батькі Дзевы Марії просіли у Бога дачку і далі за рок просвятіць її життє усявішніму. Малітвы їх были пачуты. Архангел Гаурил обвязціл, што у їх народзіцца дачка Марія, праз якую будзе подаравана вратавання усяму свєту. Гыто, а так сама інші новіны, ви можете знайсці на нашім сайті у інтернеці по адресі www.tevergomil.by. Далі у ефір і спортивний ахляд. З новинами спорту вас познайомить мой колега Максим Савин.